Лукаво отвечал, говорит, не важна же продолжительность жизни, а важно качественного проживания. Казал, вот вы благодаря моему технику, вы будете проживать очень качественная и насыщенная жизнь. Но я гляжу, сколько ему сейчас лет, но он выглядит чуть старше, чем его возраста. Если, допустим, сравнивать, взять за основу идею, дольше проживешь, станешь мудрее, если все правильно. И меньше проживешь, но одно дело леопард, у которого сердце колодится, который бегает, который нападает, у которого за год столько событий происходит, нам это просто не переварить. И он живет меньше, чем, допустим, лет 10, но настолько насыщенный. Или кот. Кот, он за год становится взрослой особой. Он нюхает, он все это чует, у него даже если он в квартире живет, ну, огромный след к эмоции и насыщенной жизни. Но это кот, и нельзя сравнивать вот это с человеком. Поэтому мы считаем, действительно, что, допустим, если покушали, можно подышать через правый наздур, можно поделать к капалабхате. Но не делать на этом акцент, не заниматься этим чрезмерно, потому что выжигают сосуды все эти техники. То есть вот эти все гипервентиляции, капалабхатик, кастрики, они негативно стажены? Насыщаем себе это надо, к чему это применить? Насыщаем им организм силой для практики дальнейших. А что происходит на уровне физиологии? Воздух – это кислород. Это окислитель. Это огонь внутренний. Больше огня, быстрее скорость сжигания, сгорание себя. Все, ты себя сжигаешь посредством этого. А мы будем еще дыхание разбирать, дыхательные техники и так далее? Тоснемся. Будем все. А не обманите. Обманем. И не раз. Вот у кого мы были, у дедушки тоже были там? Ну да. А на его... Нет ощущения, что он специально себя готовил, вот суп из пивот? Знаешь, это очень долгие такие домыслы, что бы было, если бы да, такие ощущения. Речь не о том. Потому как, если кто-то здесь на 600 лет остается, не факт, что он от этого равнится. У него миссия такая, чтобы человеку нести определенную функцию. Земля – это один из многих-многих миров. Задумайтесь. В видимой части Вселенной 100 миллиардов галактик. 100 миллиардов галактик. В каждой из этих 100 миллиардов, 100 миллиардов различного рода звездных систем. И думать, что Бог по какой-то причине сделал в центре миллионара в нашей Земле, но по меньшей мере самонадеянно. Вот так, даже с точки зрения современной научной картины мира. 100 миллиардов на 100 миллиардов, столько всего. И шансов, что там еще разумная жизнь, но бесконечная. Нет, только в этом измерении. Нет, только в этом измерении. А в измерении безграничное количество, просто в голове не укладывается. Поэтому, если 600 лет такая миссия, не нужно за это копаться. Если говорить про вас, чуть дольше проживете, умнее станете, мудрее станете, поймете, реализуетесь. Все, по-другому. Да, таким образом мы сможем прожить 2 или 4 раза больше, если будем испытать всего того, что ищет методичные процессы. А также, допустим, активная жизненная позиция. Вот, допустим, ему нужно как-то реализовать, что есть определенные цели. Если он будет замедлять дыхание, я просто встречал, кто-то когда учился. Девушка, как говорится, ему очень медленно, сейчас, в принципе, она не успеет поживить. Так можно... Ларежим! Молодой, все волкнулся. Отлично. Сейчас я попробую. Это сделаю. Так. Держи, сейчас, сейчас. Это очень важно, иллюстрация. Главное, не сломаться. Да. Называется Дурьяндастан. Дурьянда – это царь-деспот, типа Иосифа Бессарионовича. У него был наставник, которому тот бесконечно так благоварил. Бесконечно. Потому что, говоря наставнику, он не всем отрубал голову вот так. Бух! И идет так, голову отрубать. И наставник дал ему эту позу. Сказал, исключительно для тебя. Дурьянда был плохо растянут. Но он бесконечно уважал брахмана выше, чем наставника. И он невероятными усилиями научился закладывать себе ногу за голову. Если кто-то его выбешивал, он клал ногу за голову и стоял часами. И благодаря этому мир спокойствия был у государства. Но! Если ты не царь, если ты медуза, тебе не нужно ногу закладывать за голову. Потому что иногда почечники будут это сильно давить. И если ты пьюленький, ты еще пьюленькие станешь. Какой в этом смысл? Практики нашей школы гармонично построены. Мы можем говорить только о них с ответственностью, отвечая за них. Если эта девочка оказалась бы в нашей школе, все бы нормально было с активной жизненной позицией. И в каких ситуациях бы она изнутри это чувствовала? Чистая и здоровая жизнь и благости сохраняет нам молодость, здоровье и красоту. И давайте запишем это тоже уже как поведение. То, о чем мы с вами поговорили. Спокоен ум, тире спокойно и наше дыхание. Спокоен ум, спокойно и наше дыхание. Ум возбужден, возбуждено дыхание. Ум возбужден, возбуждено дыхание. Дыхание и ум тесно взаимосвязаны. И воздействовать на одно можно посредством другого. И воздействовать на одно можно посредством другого. Поэтому в восточных учениях огромная роль является успокоением контроля ума посредством успокоения контроля текаря. Что вообще-то необходимо для достижения истины. Дальше. Ну, тут небольшой пример, что поскольку возбужденный ум человека вызывает агрессию со стороны животных, классиковых. Ну, это как легенда или пример, что, например, при темах идти к пчелам, индийские пасечники успокаивают свой ум с помощью несложных упражнений. И еще, может быть, легенда, конечно, может быть, на самом деле так и есть. По-моему, в Литве, в Литве, да, существовала традиция. Когда юноша приводил в дом свою избранницу, то ей нужно было пройти определенный тест. Ей нужно было взять улей и голыми руками его принести. То есть, если одна пчела ее не ужалила, значит, эта девушка спокойная, уравновешенная, значит, ей можно отдать дефицит. Конечно. Ну, наши животные чувствуют себя. И не только ученые, скажем. Собаки чувствуют, когда ты боишься. Предположим, они могут пропасть, если... Ну, они чувствуют твой страх. Ну, значит, не дружок, конечно. Даже, которые негода не отпадут. Ну, и, соответственно, если ты ровный, спокойный, то ты и для них как чистый лезь. А еще можно... Мне кажется, вот кровососущие десекомы тоже поднимаются. Да, да, да. Если ты их перевозбужден, если ты на них сильно реагируешь, то они еще сильнее будут. Только не соглашусь. А спокойный, уравновешенный ум, то... Денис, все на свое время. Да? Да. Вот. Ну, уже я это говорила, что восточные практики сравнивают ум с водной гладью. Беспокойство ума с рябиной воде и ума. Вот. Вот. Это искажает видение человека и лишает его способность ясно низить. Ну, опять же, из частных примеров знаем, что когда человек в гневе, то принимаемые его решения зачастую неверные, скажем так. Да, да. То есть состояние аффекта, да. Вот. Вот. Такие люди говорят, что с помощью пранаямы, то есть посредством контроля своего дыхания, человек может изменить к лучшему всю свою судьбу. Поскольку их лукарно записывается в тонком теле, которое связано с движением жденных энергий в организме. Таким образом, указанные четыре состояния, которые мы с вами записали, страдания, уныния, дрожь в теле и учащенное дыхание преодолеваются с помощью различных практических логических упражнений и развития страсти. Так, об этом тоже мы уже говорили с вами. Для устранения девяти психических препятствий в качестве универсального средства, йога рекомендует психотехническую практику с одной сущностью. Ну, это в колочках, с одной сущностью. То есть практику развития однонаправленности, сфокусированности сознания на одном гемете. Например, йог-неофит, кто такой йог-неофит, Денис? Ну, и что? Ну, я же Дениса спросила. Ну, это, да. Может, сандарью же надо. Я, может, не тряплюсь. Я не боюсь, что уступки обрось. Впадет в гнев. Йог-неофит учится направлять все свое сознание на один конкретный предмет. И старается удерживать свое сфокусированное внимание именно на этом гемете. То есть с этого он начинает, скажем так. А дальше, значит, мы напишем, что эта практика предполагает несколько ступеней, которые последовательно следуют одна за другой. То есть практика сосредоточения сознания. А сколько времени нужно сосредоточить? Больше, тем больше. Пока не достигнешь самадхи. То есть это вообще? Самадхи – это продлевание сосредоточения до постижения сути, его сути, по сути. То есть если ты сразу раз в сути вошел, то он уже важен? Ну, да. Ну, если ты в суть вошел, а не в иллюзию сути. Просто той же короткой ремаркой. В мусульманской культуре можно провести параллель. В любой традиционной культуре взять индейцев. Моих любимых индейцев. Чтобы мальчик получил звание «мужчина и воина», в определенном возрасте его отправляли либо в прелю без людей, либо куда-нибудь в лес. И он, находясь там один среди животных, ничего не кушая, а наоборот, пья ядовитую жидкость, это отвар табака, листик табака, ему должно было прийти видение. А когда это случится, это может через неделю случиться, может через месяц случиться. Он приходит, сообщает имя. И мужчины, которые сейчас это проходили, шаман или может, они понимают, это правда или нет. Если не пришло, то не пришло. Так же и здесь. Одна из практик, он ему камушек дает, и он смотрит на него во все трещинки. Засыпается этим камушком, просыпается, и однажды этот камушек открывается, как Вселенная. Он погружается, и этот камушек дает ему имя. Ну и там множество, множество таких. То есть это именно инсайт, который другой человек, испытавший инсайт, четко понимал, что это не инсайт, не придумал. А у каждого самолета может быть очень разным. Ну давайте запишем несколько ступеней. Ступени 5. Первое. Сначала ученик работает с другими предметами, с другими в кавычках. Это ступени концентрации? Ступени развития, концентрации внимания. Да. На одном предмете. Ну, в принципе. Сосредоточение, или даже. Ступени развития, сосредоточение внимания. Первое. Сначала ученик работает с грубыми, в кавычках, предметами. Это могут быть объекты внешнего мира. Такие вот, там, в плане свечей, кристалл, портрет духовного учителя. Карточка наша. Карточка наша. Картина какая-нибудь. Собственная переносица. Изображение мастического символа. Ну и так далее. То есть любой объект внешнего... Да. Любой материальный объект внешнего мира. Это первое. Когда способность, однонаправленность сознания на внешние объекты достаточно развита, переходит к следующей ступени. Это второе. Объекты внутреннего... Приходят к объектам внутреннего, субъективного мира. Второе. Это переходит к объектам внутреннего, субъективного мира. Что это может быть? Это может быть биение сердца, внутренний свет, токи психической энергии в организме. Изображение, или как не изображение, а визуализация учителя. Мысленно воспроизводимая перед внутренним узором. Ну, то есть визуализация. Визуализация различных пейзажей. Ну, визуализация тех же предметов. То есть предположим, первое, мы смотрим на свечку. Второе, мы закрываем глаза и визуализируем на мысленном экране. Это пламя свечи. Это второе. Третье. Следующая ступень. Развитие сфокусированной однонаправленности сознания на самом процессе познания, созерцания грубого и недолгого объекта. Следующая ступень. Третье. Развитие сфокусированной однонаправленности... Развитие сфокусированной однонаправленности сознания на самом процессе познания, на самом процессе познания, в скобочках созерцания грубого или тонкого объекта. А это как? Ну вот смотри. Ты концентрируешься на самом процессе. Что происходит, когда ты концентрируешься на пламени свечи, визуализированном на мысленном экране? Вот. То есть сам процесс является объектом этой агитации. Да. Сам процесс наблюдения? Сам процесс наблюдения. Да. То есть ты и удерживаешь эту свечку в своем сознании, еще чувствуешь, что при этом происходит вообще внутри тебя, при этом процессе. Процесс наблюдения является объектом для медитации. Для медитации, да. То есть кто наблюдает, да? Получается. Ну, это очень такие тонкости, которые при практике только становятся. Понятно, да. Просто объект медитации, процесс наблюдения. Процесс, есть процесс. Четвертое. Затем практикует созерцание внутренней сущности самого познающего эго. Как все сложно, а? Ну, это все нормально. Практикует созерцание внутренней сущности самого познающего эго, то есть субъекта познания. Практикует созерцание внутренней сущности самого познающего эго, то есть субъекта познания. Практикует созерцание внутренней сущности самого познающего эго, то есть субъекта познания, то есть субъекта познания. Пятое. Самая высокая ступень. Концентрация сознания на пустоте. Концентрация сознания? Концентрация сознания на пустоте. Только не надо сразу к ней приходить. А то у нас чувство есть желающее. А насколько призывается это без себя? Уже концентрация сознания на пустоте, когда активность мышления остановлена, когда активность мышления остановлена и сознание не порождает никаких содержаний. И сознание не порождает никаких содержаний. Это уже преддверие ее, дорогие мои. Если это не порождает никаких содержаний, то это уже преддверие. Ты же не в этом состоянии будешь заниматься. То есть там же ничего, по сути, не надо. Ну там не надо, но ты вернешься. Там, да, там не надо, ты вернешься, и тут тебя накроют. Я же... Олма-де-гуру-на-гара-на-равин-де-са-на-си-да-сух-ха. А зачем ты хочешь саматки достичь? Где был, когда я тебе вставал с картинки? Последнюю картинку. Тогда идешь с бутылкой вина на базар. Вот. Идешь же из пустоты с бутылкой вина. Из практики. Пустота. Да, пустота. Идешь, занимаешься творчеством. Выше ворота. Ну и, кстати, о современном мире. Собственно, это не только какие-то техники йоги, которые приносятся в жизнь. Так как в современном мире трудно представить себе какую-то профессию или деятельность человека, который не требует развития внимательности, созерцания, одноправленности, сфокусирования сознания. То есть везде это используется. Вот. Естественно, каждый человек может развивать в себе юридические способности сознания. Творчество используя обстоятельства своей жизни. Обучаясь, работая, проводя досуг и так далее. Ну, конечно, более высокие ступени йоги требуют специальности и больше концентрации. Ну и вот почему же именно в духовной практике йоги уделяется столько внимания именно сосредоточению сознания? Вот сколько мы с вами говорим и говорим все об одном и том же важном словании, можно сказать. Потому что, как считается, как говорят мастера йоги, йога, возможно, далеко не во всяком состоянии ума человека. Оказывается, что она возможна исключительно при развитой способности концентрации ума. Ну, и здесь необходимо напомнить, что в древних йогических сутрах, как правильно, выделяется пять основных состояний ума. По-моему, мы с вами уже записывали эти пять состояний ума. Давайте еще раз запишем, что в древних геогических сутрах выделяется 5 основных состояний вопросов. Еще раз повторим. Кшипта. Перевод разный может быть. Может быть, кчипта где-то я слышала или читала. Кшипта. Это тупение? Не помню, состояние ума. 5 состояний ума. Кшипта – это рассеянное состояние сознания, при котором ум скользит от одного предмета к другому и у них на чем не задерживались. Это обычное состояние рассредоточенного и возбужденного человека. Некоторые пребывают в таком состоянии всю жизнь. То есть у тебя рассеянное состояние сознания. Внимание на многих объектах нигде и ни на чем не задерживается. Следующее – уму дыха. Все слова не дают. Да. Заторможенное состояние сознания, при котором умственная деятельность подавлена. Заторможенное состояние сознания, при котором умственная деятельность подавлена. Ну, причина этого не будет предложенного. Какой? Наркотики, обильное питание, прострат сексуальной энергии, угнетающие обстоятельства жизни, внутреннюю психическую слабость, болезнь. Приводит также на человекоподобное состояние. В общем, заторможенное состояние сознания. Дальше. Викшифта. Я уже читала где-то в Чифто. Это просто перевод. Ну, Ше, Че, это Трансфедерация называется. Просто вы можете немножечко другое где-то встретить. В Викшифта. А индусы вообще по-другому это все произносят. Вот Майлис и по-английски читается, что он произносит, и по-русски. Он вообще так произносит, помнишь, да? Беда. Беда. Мы произносили название. Беда. Да. Беда. 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 Если у него в будущем, что у него здесь, допустим, я встретил одному человеку красноярцкий, он резиновый ключ, он заявляет, что он зарежет дыкание на 20 минут, или, да, и каждое утро делает ферноярку. Чего? Помолчатся? Да. И говорит, вот, приходите там, у него занятия. А-а-а. Я дождающее, так думаю, зажать его, зажать. Если что-нибудь, надеюсь, похоже. Вот, я думаю, ну, наверное, какой-то там определенный средний интересный. Ещё, кстати, он говорит, явно не янтасовый, а янтасовый сам. Вот так вот. То есть, ты говоришь, помню, вы делали интересные именно индийские детали? Может быть, янтасовый стать. Янтасовый. 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 Дедушка приходит врачу. Терапевту. Говорит, мне так беспокоит моя сексуальная сфера. Посмотри, дедушка, 75 лет. Гидот. Чего тебе беспокоиться-то уже? Ну, как чего беспокоиться? Ну, с бабушкой у меня только раз в месяц получается интимная близость. Говорит, и уложенности это вообще, это же чрезмерно. А беспокой-то что? Соседа 80 лет, у него три раза. А вы откуда знаете? Ну, вы говорите. Так что я обо всём. Если он говорит об этом, он вряд ли что-то вообще. Если человек достиг 20 минут задержки, то он уже вряд ли будет об этом говорить. Ну, это был формат. Угийского утренника. Угийского утренника. Угийского утренника. Угийского утренника. И были такие очень колоритные барышны танцевали в этом утреннике. Он ещё показывал, как готовить индийский чай масала. И тем самым рекламировал своё преподавание в группе студии танцев. Ну, ладно. Это просто разряду, что эго нуждается в топливе. И куча всяких чудиков безобидных и не очень в этой среде обитает. Но мы там не будем. Возвращаясь к нашим выступлениям. Да. И понимаешь, что мы понимаем. Ни в первой, ни во второй, ни в третьей цепле. Невозможно достичь, пусть и достичь состояния люди, так как там нет определённой концентрации внимания и однонаправленности. Дальше. Экадра. Экадра. Это состояние сфокусированного сознания. Экадра – состояние сфокусированного сознания, которое направлено к какому-либо объекту, как к источнику размышлений или наблюдений. Оно уже сфокусировалось у нас. Пойдём дальше. Пятое. Тоже может по-разному произношению быть. Миру дыха. Есть? Миру дыха. Миру дыха. Миру дыха. Это состояние пустого, остановленного сознания. Состояние пустого, остановленного сознания, когда умственная деятельность совершенно прекращается. Состояние пустого, остановленного сознания, когда умственная деятельность совершенно прекращается. Вот как раз четвёртое и пятое состояние сознания называют проводниками к йоге. Так как здесь уже появляется достаточная стиля сосредоточенности на предмете, либо на беспредметной реальности. Важная роль в практике выработки необходимого для йоги состояния сознания отводится также в развитие дружелюбия, сострадания, радости, беспристрастности, счастья, удовольствия или несчастья, страдания. И добродетели и порой. Ну, первым будет дружелюбия. Да. Важная роль в практике выработки необходимых. И это хорошо, это правильно, это приятно. Мне очень порадовало комментарий Ксении, прям, суждению Бога того, что это такое. И это нехорошо, это неправильно, это неприятно. Очень масса таких веселых моментов. Очень так, да. Постоянное культилирование этих качеств во всех жизненных обстоятельствах в течение продолжительного времени порождает так называемое светлое состояние сознания. Культилируйте в себе дружелюбия, сострадания, радость, беспристрастность, беспристрастность к счастью и несчастью. Понимаешь, в чем проблема этого слова? Добродетели – это одно из церквей. Вот все громкие, значимые, пафосные слова, называемые добродетели и прочие. Если именно, ну смотри, культилирует добродетели на одной чашке весов, а на другой – вы дружелюбие, светлые, лёгкие радости, приведете участие к людей. Понимаешь, да? Тонкая грань. Т.е. начинаешь культилировать грань. Вот это как раз светлое состояние сознания дает очищение психического места человека от различных загрязнений, которые препятствуют состоянию нервы. Для достижения достаточной степени чистого сознания оно обретает способность равнонаправленности, т.е. сфокусирования на одной цели. В свою очередь, эта способность помогает развитию устойчивости сознания, необходимой для практики, для эвической практики. Какие же методы помогают развить очищение сознания и его устойчивости? Древняя йога рекомендует различные способы и в зависимости от индивидуальных особенностей и предпочтений человека. Например, концентрация сознания на духовном учителе, ну, мы уже об этом тоже говорили, на тонком духовном опыте, полученном во сне, на приятных объектах, дыхательных упражнений и т.д. А нам на вас не акцентрировали? Да давай, давай, Жанна! Иди! 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 Давай! А мы уже начали, у нас есть вашу позетой, да, Володю такой, с этими руками, и она у нас стоит на кнопочке. Да, это нормально! Мы здоровье кладем на ночь. Вот, мы потеряем здоровье кладем, берите руку. Бурьянда, у которой нога за головой была, он начал брать у руки концентрации работы сознания. Т.е. он уже отработал до совершенства эту позу, вот. И мастер пытался транслировать ему состояние брахмин. А мастер, он не такого высокого уровня, что просто пустота. Пустота, а то что-то ворочается, ворожкается всяко-разно, дурьянда. Он спрашивает мастер, что с тобой дурьянда есть? О, мастер, вот сколько я не концентрируюсь на брахмане, я вспоминаю золотой браслет из своей закровищницы. Он говорит, значит, там, где тебя приходит образ брахман, концентрируешься на нем, а ты пластигней шею. И тот обрел просветление. Ну, в ходе практики. Т.е. каждый выбирает либо учителевую календурь, тот объект, долго удержание которого в сознании возможно как таковой. Но согласитесь, на одной чаше песок дурьянда и золотой браслет, на другой акхорин или мусорщик с платочком и с сикарашками из носа. Все-таки, на мой взгляд, мы ближе с плечом в мусорщик сикарашками из носа, а хорин вообще даже не буду на чем концентрироваться, чтобы не портить. Общее, так сказать, такое впечатление. Александр расскажет, если что. Зачем можно ко праву концентрироваться? Нам ближе к дурьянду, поэтому у нас королевская йога, и мы используем более-менее приятные объекты для созерцания. Но, у нас есть оригиналы в группе, где избраняется личная практика на других объектах. В общем, все отличные высшие аспекты практики развития сознания находят свое место в системе восьми ступеней или вспомогательных средств йоги. Ну и таким образом, проходя черту анализа общих положений йогической практики в классической индийской йоге, мы сформулируем причинно-смысловую зависимость целей средств, лежащую в основу духовной системы йоги. И запишем. Высшая цель. Йоги? Высшая цель чего? Йоги. О чём? О чём? О чём? Вот это правда, Денис, я возьму, Александр Ильич. И то, что не отслеживать, я буду отслеживать иначе. Ну твои, у меня диски кончатся скоро, реально. Это, знаешь, просто вообще. Кто такой Шанкара? Кто такой Бёрн? Какой связанный с тело-рекератором. Хахахаха. Хахахаха. Хахаха. Высшая цель. Освобождение человеческого духа от власти материи. Хахах. Возвращение сознания к своему изначальному первоисточнику, к космическому сверхсознанию. Возвращение сознания к своему изначальному первоисточнику, к космическому сверхсознанию. К своему изначальному первоисточнику, к космическому сверхсознанию. А если человек не хочет идти к этому сверхсознанию, а йогой заниматься нравится? Вот думаю, так хорошо, не надо, и он уже не могу, он всё равно говорит. Он всё равно, рано или поздно в этой жизни или следующей, уйдёт, если будет всё время заниматься йогой правильным. Так что он с вами дальше. Хахах. Тогда можно такому человеку объяснить, ну, когда ты, если тебе не надо влекать, совершенствуй твое тело, твое тело зонтит твоего ума и сознания, когда-нибудь может не придёт, что он нельзя так делать. Так примерно? Ну, может быть. Живём мы не одну жизнь, вот, встречаемся уже с вами не одну жизнь. Видите, кто-то даже вспоминать начинает о чём-то подобном. Есть у кого-то и движение, что то, что происходит, уже происходило раньше с вами? Да, есть. Вот, да, да, да. Жили, не надо на экзамене. Да, и бесконечное терпение, что называется, новое-новое воплощение здесь. Так что будьте внимательны. Второй. Восемь вспомогательных средств хортической веры. Да. Восемь вспомогательных средств. Вот такая ремарка. Почему-то Олег очень важную мысль Матановича до нас не донёс, а мысль очень простая, но прошедшая мимо Олега. Что свидетельствует о глубоком потенциале, который потихонечку ещё будет и будет раскрываться. Мысль такая, не очень такая отзывающаяся, что мудрец, обрёсший истину в нашем земном мире, ничего не ищет на земных дорогах, кроме хлеба насущного. В чём эта мысль проявляется? Что, допустим, вот этот рассказ про Дурьянду. Ну, я вот могу, стоя на одной ноге ногу заложить за голову, как-то более-менее понять Дурьянду. А те, кто не может, а могут, например, ногу за голову, его вот в таком положении заложить. Есть такой тоже известный мастер на просторах СНГ. Вот он может сделать, допустим, вот так, а стать не может. И поэтому он очень долго рассуждает. Ну, я не так спокойный. Я же Дурьян, зачем это на одиночных руках? То есть это некоторые уловки даже среди мастеров всего этого есть. Но мы стараемся всячески хотя бы освеживать эти уловки, этих уловок избегать. Поэтому будем внимательны. И практическая йога представляет собой, что представляет? Определённый образ жизни, особое состояние сознания и специальные упражнения. Три единства, три муки. Определённый образ жизни, особое состояние сознания и специальные упражнения. Общей целью всего этого является освобождение сознания от власти материи. Мы эту мысль будем постоянно предназначить. Действительное состояние йоги возможно только при сконцентрированном, нарушённом каотичности сознания. Нужно искренне осознавать. Ну, давайте ещё разочитаем, да. Практическая йога представляет собой определённый образ жизни, особое состояние сознания и специальные упражнения. Это понятно, да? Да. Общей целью всего этого является освобождение сознания от власти материи. Хотя бы как мысль. Действительное состояние йоги возможно только при сконцентрированном или лежённом каотичности сознания. Я немножко повторяю то, что Наташа говорит. Подводим клофильток. Поэтому практическая система восьми йогических средств направлена прежде всего на решение двух главных задач. Какие задачи? Олег, какие задачи? Как ты делаешь? Восемь. Да. Система восьми йогических средств направлена прежде всего на решение двух главных соотношений людей. Каких? «Быть» или «не быть». – Прешу! Как? Вот, прекращение Si通ь единствы. Ослабление. Первое, давай, пишите. Ослабление. Первое, давай, свои Iceland. Ослабление, затем устранение эффектов, как ложных наполнителей сознания. Главными аффектами ослабления, а затем устранения аффекта, как ложных наполнителей сознания. Вот интересно, да? В школе какой только фигней не учат, а скинографией не учат, почему? Вот почему? Правила надо составлять конспекты у мучих. Скорочтению тоже не учат. Ну, во-первых, вы школьники, научитесь скорочтению. Ослабление, а затем устранение аффектов, как ложных наполнителей сознания. И главный аффект, но мы еще раз их напишем, это неведение. Помните, как на санскрите неведение? Эгоизм. Эгоизм. Слово «эгоизм» понятно, что такое? Из чего эгоизм можно состоять? Три кита эгоизма, кто скажет? Есть такие? Три кита эгоизма. Первый. Себя любит. Самопотокание, да? Я читал. Раз. Я любит. Второе. Самолюбие. И третье. Самовлюбленность. А самопотокание уже из этого вытекает. И все это действительно Денис прав. Выдает самопотокание. Самопотокание. А к самопотоканию что приявляется? Как вы думаете? Самоправдание? Порочный круг. А счастливым выходить из него? Посредством йоги. Конечно. А что еще при этом возникает? Самопотокание, самоправдание и все, что это вот к чему ведет, как вы думаете? К известной практике нездоровой. Самодовлетворение. Самодовольство. Самодовольство. Это есть в каждом, но, опять же, как я и говорил, вот все это, вот это, все эти о любви. Понятно, чем себя любят? Самолюбие отличается? Как себя любят? Себя любят, самолюбие. Ну хорошо, самолюбие от самовлюбленности, знаете, чем отличается? Какие-то все однокоренные слова. Ну смотри, самолюбие. Человек самолюбим, болезненно самолюбим. И человек самовлюблен. То есть он самолюбил. Самолюблён – это он красуется постоянно. Что называется, понты корявые запускает самолюбие. А может, допустим, самолюбимый человек не быть самовлюбленным? Может. Он просто идет по головам. Все. А себя любят, имеется только под себя любят постоянно. Только не о ком другом заботиться. Ну и вот эти тоже. И вот этот эгоизм, вот простыми словами, вот все это, все это именно эго как в минус такой. То есть амбициозность. Нездоровая амбициозность. У нас она здоровая. И все. Будет так или иначе. Когда-нибудь. Итак, эгоизм. На боли. Странку подготовитесь, нормально все будет. Эгоизм. Влечение. Враждебность. А вот дальше весьма момент такой интересный. Жажда материальной жизни. Это пятое. Ну смотри, первое. Давай посчитаем. Это неведение. Второе. Эгоизм. Третье. Влечение. Четвертое. Враждебность. Вроде как все понятно. Дальше. Жажда материальной жизни. То есть, несмотря ни на что, вопреки всему, сохранить жизнь. Вот что угодно делайте, только не убивайте. Мы читали про извинения, допустим, Василия Быкова, Сотникова, да? Да. Вот. То есть, все, на что только человек может пойти, какими только низостями, что называется, если он хочет жизнь спасти. И в Индии приводится такая интересная притча. У царя-мусульманинов в Индии висель индуист, братман. Это есть ряд притч в форме переосмысления. Они достаточно уже такие молодые, но тем не менее, являются классическими. И заспорили царь и его любимый визит. Царь говорит, ценнее всего мой ребенок. И ценнее любой матери ее ребенка. То есть, в любом состоянии я не колеблюсь, а дам жизнь за своего наследника. Он говорит, и в животном мире, и в животном мире так же. Мы сделаем эксперимент царь. Вели поймать обезьяну с детенышем и запустили его в бассейн такой глубины, чтобы она не могла вылезти. И потихонечку наливать туда воду. Но они сводят, что будет происходить. Вода наливается. Обезьяна спасает своего ребенка, мечется. Вода наливается до морда, она вытягивает ребенка повыше. Вода заливает морда, она смоет через воду на ребенка. И опускает его вместе. Становится на него, чтобы мы хотели в последний раз вдохнуть. Он говорит, видишь, что делает инстинкт. То есть, это жажда материальной жизни, которая сидит в нас. И здесь это имеется в виду, как ослабление, затем устранение этих ложных наполнительных сознаний. То есть, преодолевание своей инстинктивной живой природы. И второе. Развитие способности сосредотачивать сознание. Давайте еще раз это принесем. Первое. Какие задачи решаются? Путем восьмиедических средств. Ослабление, затем устранение аффектов. И развитие способности сосредотачивать сознание. Вместе с тем, кроме подвижничества, самообучения, преданности высшему началу. Перечисляются уже проявления этих самых, ну, ямы и не ямы. Преодоление эффектов имеет все та же способность концентрации сознания. То есть, устранение спонтанной хаотической активности психического мира человека. Ну, дальше послушайте. Устранение аффектов и сосредотачение сознания дают свет различающего постижения. Вот, свет различающего постижения, о чем нам Олег рассказывал. Устранение аффектов и сосредотачение сознания дают свет различающего постижения, благодаря чему ее развивает свою скрытую духовную сущность, представляющую собой отражение свечного космического сознания, то есть абсолютного духа. Эту мысль мы запишем, она важна. Устранение аффектов и сосредоточение сознания дают свет различающего постижения. Устранение аффектов и сосредоточение сознания дают свет различающего постижения. Благодаря чему ее прозревает свою скрытую духовную сущность. Дают свет чего? Мы дают свет различающего постижения. Свет различающего постижения. Благодаря чему ее прозревает свою скрытую духовную сущность, представляющую собой отражение извечного космического сверхсознания, то есть абсолютного духа. Дальше мысль послушайте, и вы кое-что в ней запишите. Благодаря чему ее прозревает свою скрытую духовную сущность, представляющую собой отражение извечного космического сверхсознания, то есть абсолютного духа. Дальше мысль послушайте, и вы кое-что в ней запишите. Устранение аффекта, ну вот я читал, да? И средоточение сознания дает свет различающего постижения, благодаря чему ее прозревает свою скрытую духовную сущность, которая есть отражение абсолютного духа. Слушайте, напомню, что общей средством такого освобождения классическая йога считала так называемое некребимое различающее постижение. По сути, это означает обведение духовной мудрости. Буховная мудрость и слова ее вложим. ПРАДЖНА. 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 Это способность прозревать глубинную суть вещей, или духовная мудрость. Глубинная суть вещей. А как мы развиваем праджину? А вот дальше слушаем внимательно. Пойдем обязательно. Стараемся. Это про фразы дальше идет речь. Самое главное, эта способность дает ясное понимание нетождественности, то есть неравнозначности, ограниченного личного сознания и безграничного вселенского сверхсознания. То есть отличие личного кудхи и пуруши зрителя. Вот это все. Вот это все. Это, можно сказать, очень такие поверхностные, но мощные проявления личного сознания. А пуруша это пуруша. Значит, слушайте, как она развивается. Но такое постижение или духовная мудрость праджина поясняет ясно. Помните, кто такой ясно? Первый комментарий. Должно быть не просто рационально достигнуто, но и практически реализовано в жизни. Постижение, пояснял ясно, должно быть не просто рационально постигнуто. Ну, если вы зазубрите эту фразу для экзаменов. Что есть пража? Фражная способность? Мне кажется, что зазубрить сложно будет. Так вот, и в результате зазубрения те инсайды постигнет. Да. Конечно. А вот я тебе так скажу. Есть известный московский мастер йоги, который пишет статьи для определенных форм. Статьи, изобидующие термины. В общем, не разберешься без хорошего фиологического образования и интереса к химической культуре. А если разберешься, то там смысла немного, да? Ну, такие нагромождения смыслы. Вот. Нагромождите смыслы. Но. Но. Противоположность этому всему – некий внутренний инсайд, когда тебе не нужно что-то писать. Есть такой Равиш Анкара, исполнитель, по-моему, американского происхождения с индусским таким псевдонимом. И он говорит. Пришел к мастеру, к индусу, и тот посмотрел в него, а мастера понимают какую-то полную правду и куда, чтобы человек еще проявляет жизнь огромный инсайд. И сказал. Тебе нужно медитировать на ханумана, на его красную форму. Что такое красная форма ханумана? Хануман – это обезьяна. Это на постамике, в лучшем случае, гипсовое или там бетонное извояние, такой примитивный, такой красный обезьяны с постом, с головой. Голова – это как ульямурница, она вот такая. А в другой – гора маленькая. В худшем – это просто такая охристая, ну, красная, красная, такой каменюка, белой материи, материю замотанная. Все в разбитых яйцах, все в чадящих палочках, вонючках. Ну, тот понял, что надо, ну, мастера дал практику. Ходил медитирую. Его однажды просто сначала расслешил, а потом его пробил, такой инсайд. Вот он, образованный американский человек. Сидит здесь, смотрит на красный камень. Пытается достигнуть целое уведенение с хануманой, с обезьяной, которая не похожа на этот камень. И вот абсурд этой ситуации. Его выявилось привычное. Он облил мощный инсайд, но не мотклась в мантра пение. Он стал очень тихим и спокойным, да? Я вот читаю об этой истории, слышу этого района Шанкара, и понимаю, что он облил инсайд. Читаю этого московского йогика, а мастер тоже пришел к мастеру. Мужик сильный, мужик мощный, может не просто на руках стоять, но может и на стекле стоять на руках, на битрах. Может там не просто йога, а вот по 15-16 часов заниматься мощной хатхой. Может не просто тексты тантрические или какие-то читать, а санскриты переводить. Но обычное состояние, нет инсайд, нету санат. Мастер вообще не вопрос. После выдоха 300 раз ОМ. Практикур по 3 часа в день на природе. А мужчина из города. Он каждый день по 3 часа на природе, он живет где-то ближе к центру Москвы. Практиковать мастер дал практику. На выдохе ОМ, 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 300 раз. После этого он стал рассказывать. До этого была просто йога для здоровья, по 16 часов. Это была просто подготовка к встрече с мастером. Что сделать с мастером? Мы увидели, мы уперлись в человека и поняли, что абсурдность и свое ложное эго, которое тот вот удовлетворяет путем вот этих всех техник, он может только понять, вы помните, какую-то экстремально сложную практику садхамы. Только тогда его проблю. На красную обезьяну ему медитировать смысла нет. Будет там несколько жизней сидеть, воплощаться и пялиться на этой ткани. И задача именно пробудить это различающее постижение. Ну что, постижение, пояснял Яса, должно быть не просто рационально достигнуто, но и практически реализованно в жизни. Для этого нужны 8 практических средств йоги, которые помогают устранить несовершенство сознания человека и дают ему свет духовного знания и опыта, распространяющегося до различающего постижения. Далее будем рассматривать 8 этих средств подробно. Вот это вот всё, любая практика, даже фанатичное выполнение, может лишь вот это всё усиливать. Всё усиливать. Но мастер, он знает как подвести ученика, как освобождение через внутренний инсайд, или сад, или сомат от всего этого. Но иногда это достаточно болезненный опыт, именно подход к этому. Вот этого человека, о котором я говорил, он в конце концов за год приехал, чтобы ближе быть к природе, и там он 300 раз на пункте. То есть пока... Дальнейшая его судьба университетов получилась. Нормально всё сложилось. Ну, блин, он говорит, ну это же очень сложно, это... Он дошёл до 300 раз, мастер, он сказал, ты 600 раз. Молодец. Вот, ладно, двигаемся дальше. Сейчас очень важная тема. Под тема. Под тема именно восьми вспомогались все с фактически йоги. Внешние средства йоги. Это под тема просто. Внешние средства йоги. Первая ступень. Яма. Скобочек. Самоконтроль или ограничение? Яма. Похоже на нашу яму, да? Яма. 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 По танжере включаю пять главных элементов. Сейчас мы будем перечислять. Первый. Ахимса. Кто знает, что такое Ахимса? Не присвоение чужого. Не ух. Не ух. Не ух. Ахимса это не насилие. Не насилие. Это я перепутал с... Ну с актуальным для себя понимаю. Не то плохо то, что ты спер рефера чужой. То плохо, что ты понты начал гнуть по поводу там. Мол там не знаю, не знаю. Как вот колеблюсь и колеблюсь. Хочу спереть. Хочу. Но не могу. Не могу. Пожалуй, что не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Взялся в уши, не говори, что не дюш. Так. Далее. Сатья. Что такое Сатья? Истина. Правдивость. Почему-то один голос говорит, а с другой. Я не знаю. Сатья. Правдивость. Но это не так называемое отношение мамы к ребенку. Ну-ка говори все как было. Другое. Что я вам дальше скажу? Третье. Астея. Что такое астея? Презвонение чужого. О-о-о-о. Совершенно верно. Астея. В том числе и диктуально. О-о-о. И солнце верно. А на самом деле, это хотя и так называемое не его воровство, но для культурного пространства России существует совершенно иной адекватный перевод. Это порядочность. Это порядочность. Какая уж никакая. Четвертая. Апореграта. Что такое апореграта? Даня, что такое апореграта? Денис, что такое апореграта? Ушел. Ушел. Вообще ушел. Апореграта. Ушел. 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 Это неприятие даров. А если откушить? Ну, чуть позже. Неприятие даров. Ну согласись, одно дело ты подарил человеку ванну, другое дело ты подарил ему особняк. И приходишь и живешь у него. Ты же подарил. Так, дальше. Брак в отчаянии. Или, пятое. Востержание. Воздержание. 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 Первая и вторая ступень йоги. А вторая, если первая яма, а вторая какая? Не яма. Точно. Не яма. Направлены на развитие этических принципов. Они важны в практическом состоянии. Так как достижение высших духовных целей йоги невозможно без высоконравственного образа мыслей и поведения. И приступим к Ахимсе. Чтобы у вас понимали, что есть такое Ахимса. Ахимса не носили базовый этический принцип йоги, где оно принимается не просто как частный отказ от насилия физического по отношению к кому бы то ни было, в том числе и самому себе. Но как универсальный отказ от причинения вреда всем живым существам в любом возможном способе. И что такое? А преград. Знаешь? О, мой духовный брат! Наш учитель был бы недоволен нами. Я не носил, ты не принял. Вот он рвал бы на себе всегда его сырь. Неприятие дороги. Ладно. Стало быть, Ахимса это не только отказ от насилия по отношению к кому бы то ни было, в том числе и себе. Универсальный отказ от причинения вреда живым существам в любом возможном способе. Тоже короткий жизненный пример. При всем уважении к Николаю Рериху, к Елене Рериху, ко всем их сыновьям, к прекрасным работам, к стихам, к картинам, к жизни, к отчествам. Вот будучи именно там, в Гималаях, в месте покоения прага Рериха, называемом месте Макоса Макхи, меня удивил такой единственный парк слов. Путешествуя в Тибет, ну то, что они искали расу сверхлюдей и развели на деньги и Гитлера, и Сталина, и еще Японию подтянули и сказали, есть такие сверхлюди, живут в Шамбале, вот стоит их найти, поделиться технологиями своими, дадут супер пшеницу, супер рожь, от которой произошла вся наша пшеница, и еще определенных животных, и еще гены. И каждый из вас, путем вот и ген, сами себя молодитесь и сделайте сверхсолдат. Всем им денег дали, они благополучно жили в Индии, купили себе две-три плантации из масла, вот, и попробую их там найти. Не нашли. Очень хорошая дача, на уровне, что называется, питерской дачи там у него, машины в Роснагаре. Это высокие дебалаи, не знаю, какие-нибудь там машины легкому очень красивые потянули, с деревянными колесами. Ну вот. Я обычный человек, который стоит в метро, продает репродукции картин рельфа, глубоко в теме огней йоги, ему говорят, что есть пигмой, и оттуда у них несенные учителя, и летний левер диктовали своим посланниками. Просто это даже стенсулация. Не стоит там. Это же, ну, высшее, что может быть, оно сознание очищает. А по ней, почему-то давно не случилось. Нужно, как по-моему, общественно относиться. В общем, там сложная иерархия в этой структуре, и величайшее и величайшее там, ну, проявление себя в этой иерархии, тебя туда могут допустить. Ну, приезжаешь, да, красиво, здорово. Пик в виде буквы М. Ребята классно как жили в рельфе. Но, зачем они препарировали тушки животных, делали чучелки из них? Казалось бы, идею йоги не носили. Исследовательский интерес набить тушечку. На мой взгляд, на одной сейчас же рисок положить все книги, написания, на других тушку несчастного тушканчика и тушку тушканчика перевесить. Потому что, ладно, там мальчик позабавил его кокоши, или там охотник убил, потому что есть хотел. Но вот провести исследование, там написать, сказать, что вот это тушканчик, то-то, то-то. И там вот эти вот трубики, они полностью все не юрируют лично для меня, при всем уважении к личности. А я ведь там этим занимался? Да. Ну, это исследовательские экспедиции. Исследователи, ну, чем занимаются, ну, посмотрите про Мишку Паддингтона в фильме, если не смотрели. Смотрели? Посмотрите, там Мишка Паддингтон попадает в Лондон, и там из него хотят чучелку сделать. А он не согласен, он не хочет стать чучелкой. Вот. И здесь вообще делайте животных чучелок. Это вообще в какие ворота, какое это может быть ёкать им заниматься? Причем не из-за высоких там идеалов, что вот Вы ж иерархи сказали, сделайте тушканчики чучелку. И мир во всем мире наступит. Нет. Вот. Чтобы писать исследования, чтобы их исследования дали ему еще один грант, чтобы они еще там одну плантацию приобрели, при всем уважении к их наследию, к творчеству, к умным мыслям, к знаниям, к контакту с высшими существами. Мое сознание будет неприемлемо. Итак. Что есть вред, от причинения которого отказывается ёк? Как должен поступать ёк, если насилие совершается или может совершиться на его глазах? Что есть вред, от причинения которого отказывается ёк? На первый вопрос можно ответить так. Ответим туманно. Почему? Потому что, ежели у вас уже это самое пражное сформировано, то вопроса такого не возникает. Но туманно можно ответить так. Туман, согласно учению йоги, это всё, что препятствует свободному существованию и духовной эволюции жизни. Есть вред. Однако этот постулат имеет свои исключения и не может применяться слепо и бездумно во всех жизненных обстоятельствах. Например, этика йоги не приветствует убийство животных. Тем не менее, если не урожай грозит людям-егетарианцам, голодной смертью, то это позволяет оценивать умиршление животных для использования в пищу с инометическими акцентами. Такое умиршление есть вред, но меньше вред в сравнении с допущением кибели людей. Прекрасный трактат «Хамова Гита». Там описывается, как царевичи, проиграв свое царство в кости, вынуждены были скитаться в джунны. Царевича из высшей касты, им нельзя есть мясо. То есть нельзя никак. Но нету там льной пищи, нету там златого. Поэтому они охотились и охотой отбывали пищу. Братман при них это все дело освещал, и они это вкушали. Отвоевались со 100 назад, перестали есть мясо. То есть это не бездумное следование принципу, но исходя из ситуации с расставлением акцента. Подобная этическая схема применяется на практике при ответе на второй вопрос. Как должен выступать йог, если насилие свершается и может свершиться на его глазах? Здесь также предписывается установить, что представляет собой наименьшее вредо действует согласно этому выводу. Например, ахиньца запрещает йогу убивать детей живым. Но, если дигра напал на беззащитных женщин и детей, моральный долг йога применить все возможные средства, вплоть до нарушения дикого животного, для защиты людей от свидетельной опасности. Существует множество свидетельств, когда, используя морские психические энергии, мастера йоги защищают людей от неминулой гибели от рукого четвероногих или рукого ноги хищника. То есть, здесь всегда это такой не способ потачивать сколастику. То есть, некий такой спор, что было бы тогда, когда, вот ты идешь, а там такое, а если в прошлой жизни эдакое, а ты здесь пятое, десятое. Ну, что называется, внутреннее чутье подсказывает вот этот принцип упрощения. То есть, человек, ну, среди всех живых существ, на первом жизни? Ну, разные ситуации. Ну, допустим, один мой стакан занимается восточными единоборствами. Слышал, что женщина избивает мужчин на улице тетлой. Он подошел, вставил этому мужчине, женщина оставляет, что мужем он его убил. И мужика в улицу забрали, и она написала заявление, что он избил и ее, и ее мужа. То есть, разные ситуации. Мастер, как правило, чувствует, что происходит. Ты не знаешь, что надо мимо насилия проходить. Не нужно поощрять во всем. Если вы этого вовлечены, нужно уметь находить выход. По возможности, не причиняя вреду. А вот тут тонкость одна. Вмешательство в какую-то ситуацию... Да, вроде насилия в руки прилетят, пока я не могу. Вмешавшись в ситуацию, ты же берешь определенную кармическую ответственность на себя. Но если ты не вмешавшись, можешь после этого спать спокойно, добавить свои вещи чистые, значит все нормально. Съешь, что-то точек, ну, значит, в следующий раз поступишь по другому. Еще раз, мы же говорили, что даже прочитали. Духовная мудрость пражет. Да. Духовная мудрость пражет. Сердце вещи подскажут. Давайте не будем выживку забирать. Здесь, как правило, огромное количество ситуаций, нюансов. Вот есть принцип. Принцип это не догма. Но пытаться, стараться, следовать. Не скажу, что я без упречи, но я хотя бы пытаюсь. И вам советую. Дальше. Историческая традиция йоги свидетельствует, что в реальной жизни духовные подвижники йоги следовали Ахимси с учетом конкретных жизненных обстоятельств и принципа наименьшего беда. Это обстоятельство позволяет оценивать этическую этику не просто как далекий от жизни демагогический канун, то есть демагогия, пустословие, уловки, но как действенный высокоморальный кодосновидение, могущий служить образцом для представителей конфессиональной этики иных юридиозных учений. Далее, сакия, вот сейчас очень важно, очень важно, вот соберитесь, соберитесь. Потому что те, кто пытались взять рефераты близкие к этой теме, они с заданиями не справились, хотя мы рефераты сочли. Итак, сакия правдивость трактуется как, соберитесь народ, соберитесь, соответствие слов и разума фактом реальной действительности. Поясним это на примере современных научных положений нейрофизики. Итак, восприятие каждого человека всегда содержит в себе ограничение дефекта. Дальше послушайте, а потом мы кое-что запишем. Человек не пассивно принимает данные из внешней среды, но активно создает ту форму или модель, в которой он интерпретирует данные. Причем с той же быстротой, с которой воспринимает. Поэтому эта модель и не замечается. То есть человек не регистрирует информацию, а переживает ее, совершая с ней сделки или транзакции. Он резонирует вместе с ней. Созданная этим резонированием форма или модель программы выступает в дальнейшем как фильтр, через который просеивается последующий поток сигнала. Это понятно, что я читал? А примеры для усвоения? Давай чуть дальше, дальше ты поймешь. Что надо понять, что не пассивно мы, мы не магнитофоны, но активно создаем форму или определенную модель, с той же быстротой, с которой мы воспринимаем. Если очередной поток сигналов резко отличается от первого, то создается новая форма, так называемый фильтр. И человек формирует систему фильтров, стереотипов, которые структурируют его обувь и составляет его картину мира или тунель реальности. Давайте вы реальность и архитерность запишем. Это важно, об этом мы спросим. Как он говорит про называемую «гусаки»? Потому что это не примитивно говорить всегда правду. Вот это просто, ну не знаю, удивительная религиозация. Это, если человек начинает говорить всегда правду, то возникает как ауфоризм. Правду говорить легко и приятно, а слушать правду в ответ тяжело и противно. Другое. Человек формирует систему фильтров, или в скобочках, стереотипов, которые структурируют его обувь и составляют его картину мира или тунель реальности. Идея эта понятна или непонятна? В каждой части это нервозритическая картина. Да, да. Ещё раз вы поводу послушайте, да. Постарайтесь в них. Человек не пассивно принимает данные внешней среды. Внешняя среда, мы в ней. Но активно создаёт ту форму или некую модель, в которой он интерпретирует, или объясняет, или распаковывает эти данные. Причём с той же быстротой, с которой воспринимает. Поэтому модель не замечается. Грубо говоря, через призму. Призму. Призму восприятия, да. Созданная этим резонированием форма или модель программы выступает в дальнейшем как фильтр, через который просиливается последующий потом сигнал. Тоже более-менее понятно, да? Хорошо. Если очередной поток сигналов резко отличается от первого, то создаётся новая форма фильтров и так далее. И так формирует система этих самых фильтров. Вот. Дальше. Туннель реальности, формируемый в системе. Мозг, ум, сознание. Вот. Туннель реальности. Дальше. Система. Мозг. Что такое мозг, как он соотносится с умом и как ум соотносится с сознанием? Есть догадки? Мозг. Биологический носитель. Передальчик или компьютер. Ум. Сознание. Чем ум отличается от сознания? Есть идеи? Ум – это жёсткий диск. Ум – это жёсткий диск. А сознание? Сознание – это программа, которая сегодня здесь с компьютером работает. Ну, это рисунка. Есть ли какие-то ещё идеи, вы согласны с Александром? Нет. С жёстким диском вы разобрались в мозг. Программное обеспечение – это ум или сознание? Программное обеспечение – это ум. Это ум. Сознание – это польза выделенная для других, которые… Юзер? Нет. Сознание – это условие для существования майного. Ум – это и есть призма, о которой мы говорили. Так. Подождите. Ум как раз – это абсолютная субстанция. Именно ум у нас идёт просто в воплощении неосознанно. Если не практикуем, что… Но ум – это… То есть, получается, операционка, то это ум. Ладно. Давайте оставим этот вопрос для дискуссии. Важно для кого-нибудь. Будет о чём поговорить ещё. Залезть на это место и посмотреть. Некого Колина… Нет. Роберта Уилсона. Квантовую психологию. Удивлён, что вы её не почитали. Ладно. Психология эволюции. Психология эволюции – квантовая психология. Туннель реальности, формируемый в системе мозгом сознания, в условиях… Пишем, в чём он в условиях. А. Факторами генетики. Факторами генетики. Б. Человеческой формы. А что есть такое человеческая форма? Искими идеями. Именно та форма, которая позволяет тебе мыслить и даёт шанс к реализации… Хорошо. Если ты собакой родишься, то у тебя нет этого преимущества. То есть мы здесь всё собираем? Да. Человеческая форма – оно это программа структуризации энергии и вещества, соответствующих биологическим видам. Человеческая форма, разрушу культируйте это. Программа структуризации энергии и вещества, соответствующих биологическим видам. Это у нас было только В, будущего В, Г и Д. Итак, чем же туннель реальности обусловлен еще? Импринтами. Слово чуть позже расшифрую, пока просто запишите. Импринт. В данном случае их много. Импринтами. Г. Кондицирование. Г. Конди. С. Кондици. Кондици. О. Кондици. О. Нированием. И. Г. Б. Это было Г. И. Д. Обучение. Сейчас проверим, как все это нам удалось записать. И. Д. Обучение. Все это обусловливает туннель реальности. Итак, проверяйте. Туннель реальности обусловлены. А. Факторами генетики. Б. Человеческой формы или программой структуризации вещества в соответствующей человеческой имени. В. Импринтами. Г. Кондицированием. И. Д. Обучением. Кондицированием. Чуть позже расшифруемся. Кондицированием. И. Д. Обучением. Кондицированием. Таким образом, в человеческих моделях отпечатываются. Что же отпечатывается в человеческих моделях? Это может все принцип правдивости, объективности в соответствии с рекламным р Periodis? Раскрывание. Да. Раскрывание. Размирение. Первое. В человеческих моделях отпечатываются. Структура в вечной среде. или объекта. Структура внешней среды. Или объекта. Но смиритесь, потому что это очень важный выжим из толстых книжек, более-менее 20 вносимых дат. Вряд ли вы будете читать Роберта Уинского дома, хотя книги очень интересные. Второе. Структура внешней среды. Реобъекта. Это в человеческих моделях отпечатывается. Второе. Структура нашего мозга. Мозга. Третье. Структура нашего ума. Структура ума. И четвертое. Структура нашего сознания. И все это с учетом их ограничений и дефектов, которые могут возникнуть. В человеческих моделях отпечатываются. Как вы думаете, о каких моделях идет речь? Модель этих моделях, да? Да. Структура внешней среды, объекта. Структура нашего мозга. Структура нашего ума. Структура нашего сознания. И все это с учетом их ограничений и дефектов. В мозге, уме, сознании. То, что видит один человек, никогда в точности не совпадает с тем, что видит другой. Эту мысль зафиксируйте. Но это из концепции, да? Коллективное и индивидуальное мировоззрение. Даже просто двух людей. Вот исходя из того, что все это ограничено, является способом отпечататься в наших модельных восприятиях, все это оказывает на них воздействие. Форма особи, ну дальше просто слушаем. Форма особи, ее ДНК или кинетика вина. И производит от нее нейрон, с мозгом связанным, с сенсорами, с способом восприятия. Аппарат, так называемая первая система органов чувств. Формирует границы и основную структуру восприятия особью внешней среды или реальностью. Это мысль понятно? Или не очень? Не очень. Хорошо, слушай. Форма особи. Форма понятна, особь понятна. Ее ДНК. ДНК особи. Понятно? Хорошо. Я вам очень рад. Я так просто вырасту на этих объяснениях. Большинство животных людей, в том числе, воспринимает такой туннель реальности и следы обитания, какой позволяет большей части особей данного вида жить достаточно долго для продолжения рода. Понятно, да? Понятно. То есть, их мозг хватает, но это не такая реальность, а просто они там могут жить, воспринимая йоги. А вот дальше. Импринт. Запишите, будем расшифровывать. Что же такое импринт? Импринт, это такое единственное переживание, которое сразу связывает нейроны в сеть на всю жизнь. И вспомните, что такое самскара. Да? Помните, что такое самскара? Это время сознания. И почему они пытаются освободиться от самскара? Блокировка. 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 Ну так вот. Импринт – такое единственное переживание, которое сразу связывает нейроны в сеть на всю жизнь. Он наступает в момент так называемой импринтной неизвимости, которая у каждой инфлядой особи своя. Импринтируется или впечатывается в мозг и тело что? Чувство матери, половая сексуальность, иерархия стаи и тому подобное. Но мы опять же эти же сети нейроны их можем разрушать. Но это не так просто. Это не один раз по всю жизнь. Истин, связанный с матерью и прочим. Да, приблизительно, приблизительно. Дальше. Кондицирование, так называемое. То есть мы там разобрались, да? Единственное переживание, которое сразу связывает нейроны в сеть на всю жизнь. Кондицирование требует многократных повторений одного и того же переживания и при этом не устанавливается навсегда. Импринт навсегда. Кондицирование требует многократного повторения одного и того же переживания, при этом не устанавливается навсегда. Обучение, то, чем мы с вами пытаемся заниматься, требует многократного повторения, но еще и чего? Закупления. Мотивации. Мотивации. То есть кондицирование не требует мотивации. Ты просто переживаешь, что похоже раз за разом и поэтому учишься. Обучение требует многократного повторения, но еще и мотивации. Выделены в науке 5 общих факторов эволюции. Кто знает, 5 общих факторов эволюции народа. В школе учились, там проходили. Я давно. Понятно. Никто не знает. Ну хорошо, напишут. А то займемся неким таким лебезом, а то спросят у вас, где прежде будет трудно человек про 5 факторов эволюции. А вы не будете помнить. Каждый день. Ну это же может свидетельствовать об уровне и того, с кем общается человек, а не то, что высокоинтеллектуальности. А я не успел сказать обучение это что? Обучение требует многократного повторения и мотивации. Ну на вопрос. Да. А импринт это часть получается циклочек? Да. А импринт это какая-то часть циклочек? Да? Нет. Смотри. Оно не навсегда устанавливается. А пособовременное. Оно устанавливается, но не навсегда. А обучение, оно тоже устанавливает в неровной сети, но требует еще и мотивации изнутри того, кто учится. Вот. Ну что, давайте 5 общих факторов валюты. Напишите, а мы просто даже не знаем. 5 факторов валюты. 1 форма. Как вы думаете, что под формой имеется в виду? Форма чего? Да? Ну мы же говорили, что что такое форма. Сейчас дойду специально для вас. Форма особи, то есть ДНК, кинетикой видна. Производ на нее нейросенсорный аппарат. То есть первая система урока на чувстве. То есть поэтому это форма. Вот. Но эта самая форма, форма, ко второму факту относится ДНК, которая по сути и формирует форму. Третья. Это импринт, пиковое переживание. Четвертая. Это кондицирование. Помните, что такое кондицирование? Тот же импринт. Почти многократное. Кондицирование, оно же не навсегда. Ну да, так я и говорю, почти. Почти. Пятое. Обучение. И как вы можете заметить, мы, оказывается, об этом уже говорили чуть раньше. Пять факторов эволюции, оказывается, форма ДНК и кондицирование обучения. Вот люди не знают пять факторов эволюции. Мы про переоплощения пытаются рассуждать. Мы будем рассуждать про переоплощения. Но об этом надо тоже знать. Дальше. Дальше. Очень важно. Послушайте. Внешне всегда текуче. Она постоянное напряжение. Перемещение. Перемещение. Это пространственные аспекты. Топа структура. И изменение. Это временной аспект или хроноструктура. Когда мне говорят в йоге поток энергии, я подозреваю, что человек не знает, что такое движение, которое рассматривается именно с научных позиций. Давайте это напишем, чтобы мы могли иной раз задуматься над этим. Текучесть внешней среды. Текучесть внешней среды. Что значит? Внешние следа находятся постоянно в движении. Можете после движения поставить двоеточие. И первое. Какое движение внешней среды? Перемещение. Перемещение. Или пространственный аспект. Так называемая топа структура. Перемещение. Это пространственный аспект. Или топа структура. Топа это пространство, какими словами. И еще движение. Изменение. Перемещение, изменение это разное оказывается. Изменение это временной аспект. Вот Таня нам многое надеюсь расскажет про время. Когда осилит выданную литературу. Временности. И в ходе осмысления литературы она испытает яркий сайт. Так или иначе. Потому что без инсайтов эту литературу читать невозможно. Временности. Ну что, Наташа уже осилила шея рубинга. Вот. Хроноструктура. Это импринтов много произошло, да? Разрушение импринтов. Так. Но текучесть этого отражения в модели запаздывает. Из-за дефектов и ограничений. Эта мысль понятна? Да. Что внешняя среда текучая. Но текучесть из-за ограничения восприятия и мозга, литерального носителя, запаздывает. Еще больше запаздывает смена самих моделей. Или картин мира. Что нарушает? Изоморфизм связи. Давайте подумаем, что значит термин изоморфизм связи. Что такое изообразительное искусство? Как это? Изоморфизм связи. Есть ли эти идеи? Что нарушается? Изоморфизм связи. Изоморфизм связи. Давайте еще раз послушайте. Внешне всегда текучая. Она постоянно в движении. Перемещение или пространственный аспект. Изменение. Временной аспект. Но текучесть этого отражения в моделях восприятия запаздывает из-за дефектов. Еще больше запаздывает смена самих моделей картин мира. Что нарушает изоморфизм связи. Ну так логика включить. Что же это нарушает? Ну саму связь непосредственно. Реакцию проживания во всем этом. Реагирование и вынесение выводов при этом. То есть если декорян в Токио привести в современный, то у него все это... Точно. У него просто раз, да. Отсюда стрессы, конфликты, кризисы, катастрофы, революции. То есть чем менее жестка модель, чем более она уподобляется текучести внешней среды, тем меньше сила стресса, катастрофы, перерыва. Тем больше вы желаете. Но эту последнюю мысль обязательно запишем. То есть чем менее жестка модель, чем более она уподобляется текучести внешней среды, тем меньше сила стресса, катастрофы. Тем больше вы желаете. Тем больше вы желаете. Тем больше вы желаете. Тем больше вы желаете. Тем более однажды, это суетой цивилизации. Там они живут по сто с лишним лет. И инфарктов у них не бывает в 30 лет. И возьмем современный город, мегополис, где за этим человек столько хватает, где на положизни хватает стрессов и всяких ситуаций. Я так скажу, к примеру, не совсем удачен. Почему? Потому что, если говорить про объективность, если человек, как называемый, просветленный, он что в горной деревне, что в городской среде очень быстро агроматизируется. И почему я не поощряю на издательных беседных делах просветления и морализательства? Потому что они померут очень жесткие модели картинного мира. У человека просветленного, не побоюсь этого слова, мораль весьма ситуативная, но она исходит из любви ко всему живому и из состояния различающего постижения. То есть это не так называемая «испособлическая картинная мира», а всё исходя из ситуации, из общей картинной мира, с энергетикой. Понятно? А любое морализательство и попытка следовать каким-то прописным истинным, канонам, субъективно воспринятым, оно усиливает уровень у него стресса. Поэтому не поощряется без подробного объяснения вот этого всего рекомендаций следовать яме или не яме. когда человек вот прочёл правдивость и пытается во всём быть правдивым, и вот таким дураком живёт всю жизнь. Не нужно его представление, его право в общем-то мире. Нужно другое. Суть вещей – интуитивное восприятие этого. И когда оно случается, оно проистекает. Когда-то нужно сказать каким-то тоном, когда-то нужно промолчать, чтобы не навредить. В этом плане очень хорошо. Есть такой клоун великий, который, я не помню, сейчас вот из головы после него вылетело, у него спросили, брат, его сказать, что делать новый сельский танк, и там остановки, он сказал, и так, ну и все уже сделано. Ну раз надо просто отдохнуть, понимаете в чём. Ну что ж, наступает 5 минут. Всем спасибо за внимание.